как получить результат максимальные вообще во всем не только в бизнесе что для этого важно вот давайте с вами вместе сейчас рассуждать первое это воображение почему я все время на всех абсолютно школах вас подвигаю прошу показываю как важно иметь картинку того чего вы хотите вот люба показал это наглядный пример у нее перед глазами график который она видит куда она хочет развиваться у нее перед глазами план который она пишет на месяц ежедневный и скорее всего но уже скоро мы с ней по крайней мере решили это сделать будет карта где она будет ставить флажки как завоеватель потому что амбиции большие то есть у каждого свои амбиции но вот если большие амбиции надо видеть то есть приподняться и нарисовать сначала образ того что ты хочешь без вот без воображения будет просто иногда в холостую действия могут быть холостой то увидит свой бизнес если мы говорим о бизнесе увидит другую жизнь если мы говорим о чем-то увидеть свою семью если мы говорим о замужестве например но увидеть эту картинку так ясно и четко первое что нужно сделать это воображение давайте дальше что еще нужно подсказка тоже на букву в вот что следующее как вы думаете воображение мы видим а дальше вовлеченность быть вовлеченным это о любви о том что мы делаем вот и этим наслаждаемся наслаждаемся процессом как часто мы слышим ой мне не получается ой я не знаю мне сложно там еще люди не приходят или еще что-то в каком случае такие есть выражения когда нет вовлеченности потому что если человек вовлечен он ему все по кайфу приходят люди не приходят слышат его не слышал он просто делает потому что он не может этого не делать вовлеченность процесс да еще одно слово на букву в как вы думаете что дальше влюбленность вовлеченности ты на самом деле и есть влюбленность до в себя и кстати в себя пет на первом месте потом уже дальше мы все это развиваем вовлечение других потому что чтобы особенность у нас в нашей деятельности если каким бы мы увлеченным человеком не были но если мы не вовлекаем других то скорее всего ну да можем быть консультантом может быть мы менеджером можем быть лидером на своих покупках потому что мы нам нравится мы любим мы вовлечены но если не приходит к нам другие люди которые будут вовлекаться не будем вовлекать процесс тоже не будет выстраиваться организация без этого без вовлечения других людей ничего у нас тоже не получится не только в бизнесе вообще во всем то есть есть идея есть понимание что я хочу мы воображение включаем дальше вовлекаемся в процесс любим то что делаем и вовлекаем других людей и вот это знаете как медаль и две стороны вовлеченность и вовлечение а что внутри еще одно слово на буквы в кто-то уже здесь даже сказал вера да то есть вера это как цемент как сцепка потому что без веры вообще ничего не получится если человек не верит в то что он делает если расскажи немножко историю такую представляете такой опыт делали 50-х годах у нас в каком-то научно исследовательском институте и значит опыт заключался в чем взяли ведро с водой и пустили туда маленьких пять мышек как человек тонет захлебнулся до паника и утонул точно также тонутые мышки одна утонула вторая за пять минут все мышки утонули вот такой был да зверский опыт но тем не менее на мышках все это потом сделали еще такой опыт когда одна утонула мышка 2 3 а две которые остались бросили сюда дощечку эти две мышки на эту дощечку забрались их оттуда вытащили и пометили а потом запустили еще одну группу где были эти две мышки так вот те три которые не не знали что такое дощечка они утонули также за пять минут а эти две час и два и сутки они плавали потому что у них была вера что будет дощечка понимаете что какая эта штука сильнейшая вера и если мы даже вот включим воображение свое но не будем верить что это реально опять ничего не произойдет насколько мы должны поверить то что делаем поверить в себя поверить свое дело а вот веру мы ведь с вами все вместе подкрепляем чем нашими встречами на понедельник мы встречаемся даже если кто-то сомневается в продукте например самом начале но послы послушать наши результаты да вот видео я сегодня выложу отзывы ну как ты не поверишь людмила то что рассказывала вчера это же это же просто и так вот кто-то сказал бы это фантастика такого не может быть но это же есть и это подкрепляет нашу веру в нашем деле поэтому без без веры тоже понимаете и вера это это материальная штука на вере можно все вот эти четыре волшебных слова на буквы вы они должны у вас присутствовать и вы можете проверять свои свои какие-то вещи да то что вы хотите насколько вы вовлечены сами вовлекаете насколько вы в это верите если вообще у вас образ чего вы хотите хотелось просто вот это показать на любимом примере как это все работает потому что она все это использует а сегодня хотела я вам обещала правило 4 на 64 до помните в прошлый раз говорила смотрите какая тоже интересная штука да вот много всяких есть обучение по управлению временем на самом деле мы не можем управлять временем 24 часа и ничего больше ты не его не растянешь но что мы можем с вами делать мы знаем с вами правило паре то 20 на 80 до так вот смотрите если знают все да то есть 20 процентов эффективного использования времени дадут 80 процентов результата так вот мы можем это правило паре то использовать лично для себя если возьмем от 20 процентов 20 процентов это получается 4 процента и от 80 процентов то получается 64 процента понимаете то есть вот от 20 процентов эффективности мы можем взять 20 процентов это 4 процента всего так вот 4 процента вашего эффективного времени могут принести 64 процента результат это понимаете больше как метафора мы никогда не просчитаем все ну прямо вот до процентов но сначала вы это понимаете как идею что это значит если вы составив план например на день будете понимать что например час какой-то или ну если мы возьмем например эффективное время то 4 процента это где-то 40 минут например например вашего времени 40 минут если вы поставите себе такую цель 40 минут в день ну или час использовать она то дело которое дает максимальный результат то есть если вы будете приучать свой мозг смотреть именно с этой позиции то есть сначала вы приучать свой мозг то есть вы составляете план и думаете так а какое из этих действий даст максимальный результат и делаете в первую очередь это действие и смотрите как часто бывает мы вроде планируем мы хотим что-то сделать большое но вот эта рутина надо и это надо ребенку надо туда надо постирать надо убрать или еще что-то и мы начинаем свое время разбазаривать вместо того что пока у тебя есть силы есть мозги работающие да и есть время которое для вас наиболее эффективно кау кого-то это утро у кого-то это вечер у кого-то это обед не важно то есть вы знаете самое продуктивное свое время предположим и вы знаете что какой-то из дел на который вы запланировали принесет максимальный вам результат ли в вашей жизни и вот это это час или эти 40 минут вы используете на это понимаете то есть вы приучаете свой мозг фокусировать внимание на то что да дает вам максимальный результат зависимости от вашей задачи это привычка которую можно воспитать и тогда у вас вы освобождается огромное количество времени на восстановление на отдых на на себя понимаете что вы сделали такое чтобы вас начнет очень сильно продвигать у вас очень сильно очень быстрые результаты начнут происходить от какого-то вот такого одного или двух действий максимальная фокусировка об этом я тоже вам все время говорила до расслабленность и фокус сконцентрированность то что вы делаете вы делаете в расслабленном виде но сконцентрировавшись это как лазерный луч который всегда прожигает получить нужный результат во всем можно если соблюдать всего лишь три правила вот это вот это правило 4 на 64 еще такое правило тысячи часов слышали вы что экспертом ну супер экспертом в своем деле можно стать если 10 тысяч часов будешь делать одно и то же слышали да а теперь смотрите 10 тысяч часов это достаточно большой срок сегодня время другое сегодня наверное ну можно пять лет конечно потратить на то чтобы стать профессионалом в каком-то деле но скорее всего настолько стремительно все меняется развивается что за это время а может быть даже уже и не будешь ты востребован как профессионал в этом понимаете понимаете поэтому сейчас правило тысячи часов смысл какой предположим вы хотите стать экспертом ну нутрициологом прям экспертом вы можете не десять тысяч часов этому посвятить а всего лишь тысячи часов но остальные девять тысяч вы просто отшлифовываете свои навыки отшлифовываете что-то узнаете что-то корректируете но вы уже за эту тысячу часов однозначно ставить станете профессионалом а уже сравнивать себя с другими профессионалами вам поможет дальнейшее развитие понимаете да но здесь какая фишка сегодня вот мы все время слышим и от любые какое твое конкурентоспособное преимущество так вот сегодня скорее получается больше результатов больше у людей которые стоят на стыке то есть не например нутрициолога который стал супер нутрициологом и что я вижу например начинает лечить людей да а может быть нутрициологом психологом который не не лечит людей да а переключает его сознание понимает направляет и доводит до результата сумасшедшего таких специалистов меньше чем просто нутрициологов или просто психологов ну и так дальше и так далее там можно взять любую область и это же вот вторую тысячу часов использовать для наработки зарабатывание вот этого опыта и это все дальше миксовать поэтому вместо правила десять тысяч часов сейчас больше работает тысячи часов еще замечательное правило это правило одного процента представьте каждый день если вы какую-то область ну мы нам легче всего брать область здоровья каждый день вы один процент добавляете что-то для своего здоровья маленькую мелочь съели яблоко взяли взяли покатали шарик вот этот наш любимый минутку может быть первый день во второй день вы еще один процентик сделали в третий день вы еще один процент сделали за год как вы думаете на сколько процентов вы улучшаете свое здоровье тридцать восемь раз вы понимаете что помните японскую мудрость быстро то медленно но без перерывов а если вы к этому добавляете еще один процент ежедневно что там какой-то мелочь маленький шаг в сторону даже своего здоровья либо другой внешнего вида чего угодно представьте как изменится ваша жизнь если вы каждый день добавите что-то вы решили читать возьмите первый день хотя бы в руку в руки книгу вы например не можете читать книги по бизнесу а хотите чтобы у вас росла сеть возьмите хотя бы первую страничку прочитайте в какой-то день во второй день сделайте еще что-то понимаете это совсем незаметно это вообще незаметно лишнее там пройти остановку а может быть не остановку два шага вообще не важно представьте как это как как банки сложные проценты работают когда мы можем получить сверх прибыли только за счет того что играют вот эти сложные проценты но мы же хотим с вами сегодня и сейчас вчера еще а лучше вчера мы хотим чтобы происходило все само как-то само не произойдет для этого надо сделать во-первых сначала внимание внимание то есть где внимание где наше внимание там энергия и мы можем напитать этой энергией абсолютно все нашу жизнь наше здоровье наш бизнес и в плане денег еще смотрите мы мы как обычно смотрим когда у меня деньги появятся я сделаю это когда у меня когда я начну зарабатывать я вот поеду туда-то когда я что-то сейчас я не имею возможности не готова сделать это я потом сделаю когда я буду готова не будет такого варианта потому что смотрите как работает наше подсознание вот в отношении денег например я представляю что у меня много денег и вот я их складываю складываю появится ли от этого от этой картинки деньги как вы думаете а появится когда мы даем подсознанию сигнал такой что я туда хочу вложить я сюда хочу вложить я вот это хочу сделать я вижу себя уже таким я вижу квартиру свою и хочу вот это было это то есть мы начинаем тратить мы начинаем тратить в мыслях и в реальности показываем показываем свое намерение что нам они нужны и тогда подсознание говорит или вселенная что угодно о да и деньги нужны сейчас сейчас подожди вот тебе пожалуйста вот тебе пожалуйста тут начинают все это происходить поэтому если вы вот возьмете на вооружение вот эти все вещи совершенно простые просто разложите у себя вот это по полочкам насколько я вижу что хочу насколько я сама вовлечена насколько я вовлекаю других хватает ли у меня веры на это и дальше использовать вот эти вот три простых правила ну конечно без самодисциплины здесь вообще нельзя потому что все чтобы вот это все сделать нужно сказать да да я буду это делать потому что сегодня я говорю я буду делать завтра я проснулась и говорю ой ничего не хочу делать то есть насколько ты действительно хочешь жить другой жизнью надо спросить у себя вот это потому что мы иногда говорим я хочу по-другому на самом деле просто нет желания и тогда и отговорки и все что угодно хотела с вами поделиться вот этими правилами и думаю что вы начнете их использовать если конечно хотите больше то есть